Золотые фестивали Золотые снежные очки У всякого путешествия есть свой конец А конец путешествия это начало воспоминаний Не знаю как другие регионы, но мы, Якутия, гордимся тем, что год кино в республике отметили четвертым якутским международным кинофестивалем И не ошибусь, если скажу, что эти четыре фестивальных дня стали самыми яркими и незабываемыми в культурной жизни республики этого лета Для участия съехались киноматографисты из 12 стран мира Приняло участие 16 полнометражных картин игровых и документальных В этом году в рамках диловой программы кинофестиваля прошел Всероссийский форум регионального кино и первый якутский пичин кинопроектов Были приглашены в члены жюри самые известные не только в России, но и в мире киноматографисты Фестиваль уже солидный, уже очень хорошо организован, очень компактно, очень динамично, очень правильно, очень интересно Вызывает интерес и у профессиональных людей изо всего мира, и у местного зрителя Это же самое главное, что я вижу, что залы полные, что это, то есть здесь люди хотят видеть кино, не только свое, но и другое И, конечно, было просто чудесно, как публика, например, принимала фильм «Открытие», якутское кино, просто чудесно И нам было, вот нам, вот зарубежным гостям было тоже, я думаю, гораздо лучше и чудеснее видеть эту картину именно со здешним зрителем Просто, просто очень хорошо И хорошее сочетание всего и местного, и профессионального, и международного И пока, мне кажется, что как раз такой размер фестиваля Во-первых, конечно, чудесно, что есть и игровое кино, и документальное кино, и еще я вижу вот в программе и анимационное, и короткометражное Потому что, конечно, всегда самое лучшее, если можно видеть все жанры кино Ты все время получаешь что-то, и ты счастлива и благодарна, что, ох, прекрасно, что я могла вот видеть вот эту чудесную картину Я могла общаться с этими людьми И плюс еще, конечно, раз это все-таки довольно экзотическое место для зарубежных гостей Очень важно, что мы можем чуть-чуть увидеть и вас, и вашу территорию, и вашу жизнь Потому что, чтобы получилось все Потому что кино это отдельно не существует, мы же все части целого Все мечты оправдались Так же прекрасно, как я и мечтала Для уже четвертого по счету международного кинофестиваля было выбрано два направления Конкурс игрового кино, где председателем жюри стал режиссер, сценарист, продюсер из Южной Кореи Печь Ханхо И документальных фильмов, в жюри которого возглавила киновед, кинокритик, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева В конкурс было отобрано девять художественных фильмов и семь документальных картин Окрыляет душу И я иду судьбе наперекор В тот дивный мир Где каждый миг искусно Мы превращаем В долгий разговор Я знаю Встреча с будущим Прекрасна И верю в силу каждого из нас Пусть океаны разделяют часто Но слово и любовь спасают Нас Мы чувствуем, как мир теряет прочность И голос сердца так неразличен в траве И только творчество Так бережно и мощно Объединяет нас и мир одной земли Четвертый якутский международный кинофестиваль Надо отдать должное Ирине Энгелес и ее сплоченной команде Которая организовала фестиваль на высшем уровне Центром всеобщего внимания стал Саха Академический театр А показы вне конкурсных работ Это около 60 картин Прошли во всех кинотеатрах города Организаторы сделали отдельную программу Даже для самых маленьких Для них был специальный показ анимационных фильмов В течение трех дней в кинотеатре Лена сделали специальную программу Каннского кинофестиваля У нас очень хорошая команда Это начиная от наших волонтеров Которые буквально сопровождают гостей Помогают их точно быть в нужное время им находиться Следят за ними, помогают переводчики Ребята буквально два года назад Мы же тоже здесь показывали фильмы У нас было немного народу А сейчас просто мне кажется, что Театр, площадка Саха театра Она все-таки приспособлена Но это же театр для спектаклей И зрителю тоже нужно привыкнуть Чтобы смотреть в театре кино И мне кажется, за эти годы Как-то все Зритель более-менее привык И мы постарались все организовать Чтобы было в одном месте Кинофестиваль это все-таки общение Это общение и экспертов, профессионалов Кинорежиссеров, деятелей И в то же время И в то же время это общение авторов со зрителем Самое ценное в кинофестивалях Это тогда, когда ты можешь посмотреть фильм И задать вопросы Куратором основного конкурса Был приглашен авторитетный российский киноэксперт Кинокритик, программный директор многих Известных кинофестивалей Алексей Медведев Интересно, что его мнение совпало с Ириной Энгелес Приятно, когда есть интерес к кино Есть неравнодушное отношение Есть любовь к кино И это мы, собственно говоря, увидели В первый же день конкурсных показов Когда у нас неожиданно совершенно И это была приятная неожиданность Образовались полные залы Люди приходят, смотрят, обсуждают И очень живо реагируют в залах Кричат, когда страшно Плачут, когда грустно Вздыхают, когда томительно И все это даже можно слышать Когда сидишь рядом со зрителями Феномен вообще якутского возрождения Интереса к кино Он заключается прежде всего в якутской культуре В том, что люди захотели смотреть кино На родном языке Так что понятно, что одна из тем Это так или иначе существование Культуры коренного народа К которой люди возвращаются Несмотря на то, что вокруг уже бушует Цивилизация 21 века Несмотря на то, что мы по интернету Общаемся со всем миром Мы связаны мобильными сетями Социальными сетями, интернетом Нам все доступно Все равно в какой-то момент Человек вспоминает о том, что он якут О том, что он русский О том, что он ивен О том, что он, не знаю, француз Новозеландец, кто угодно Почему это происходит? Потому что, оказывается, это важная часть Идентификации человека Не чувствуя своей нации Не чувствуя принадлежность к своему народу Человек не чувствует себя полным Он не может быть счастливым Он не может реализовать себя Вот мы упираемся в эту фундаментальную вещь Вот с этой вещью мы начинаем смотреть Вот какие фильмы у нас есть И выясняется, что, при том, что фильмы разные Что действие может происходить в джунглях Амазонки Как в фильме «Объятие змеи» В колумбийском Может происходить в Якутии А может происходить в Южной Корее Или в Турции Во Франции А проблемы Вопросы, которые люди себе задают И пути, которыми они идут Чтобы реализовать себя Чтобы стать людьми Настоящими людьми Достойными этого слова Они в чем-то похожи И вот это сходство, если уловить То тогда подбирается гармоничная целая программа Цельная программа Есть какой-то камертон Какой-то резонанс Который, в общем, говорит о том Что что-то у нас получилось Будем, основываясь на этом, работать дальше Обладатель приза зрительских симпатий 38-го Московского международного кинофестиваля Картина «24 снега» Режиссера Михаила Барынина Стала открытием Впоследствии получившая Гран-при в жанре документального кино Гран-при конкурса документального кино 4-го Московского кинофестиваля Вручается картине «24 снега» Я хотел сказать Не просто фильм красивый Про природу, про лошадей Про людей севера Что этим фильмом помочь Вот тем, у которого герои Вот Сергея Лукину И чтобы мы, наш, как народ Не потеряли традиции Не забыли, что у нас Мы все, как сказать Для нас Бог это лошадь Якутская лошадь, чистокромная Якутская лошадь Я хочу, чтобы сохранить вот эту лошадь На все века Чтобы наши внуки, правнуки Всегда общались с лошадьми И чтобы и тех людей Которые держат вот такое наше богатство И культурное И все, короче Для нас это все И не забыли И никогда То есть через фильм Чтобы уважали труд людей простых В целом мы отработали Как именно жюри Отработали очень хорошо Потому что Мне по ощущениям показалось Что мы одинаково понимаем Что такое кино документальное Главный приз документальным У нас получил 24 снега Это очень масштабная Очень большая Серьезная работа Я знаю, что Егор Макаров Работает с этим материалом Уже очень-очень давно Он предан Он фанатично предан этому материалу Я безмерно его за это уважаю И то, что он в итоге достиг Такого Серьезного прорыва В этой области Это, конечно, радует Программа очень хорошая Программа документального кино Очень слаженная Очень выверенная Сильная То есть в том плане Что это Ну как бы Оно как бы Одно друг друга дополняло 24 снега Почему он стал вот таким вот Призером Почему получил гран-при Потому что Безусловно 24 снега Лучше бы То есть на самом деле Было бы больше призов Мы дали бы больше призов Но мне кажется Программа очень сильная получилась Вы знаете Вот сам факт То, что на фестивале Открыт конкурс Документального кино Уже о многом говорит Люди смотрят Люди смотрят Что получают призы Люди смотрят Как надо снимать Здесь проводится мастер-класс Тоже Разбежкиной Марины Да Все И это вот Это и постепенно И будет как бы школа Потому что Кино должно развиваться Во всех направлениях Не только игровое Но и документальное Конечно И понимаете Фестиваль вообще Вот Это такая Это такая странная Организация Такой странный Ивент Который оказался Проходит всего 5-6 дней Да Но Кинематографистов Он учит Как за Год обучения Потому что Люди Фильмы Понимание Какой-то рейтинг Сравнение Это очень важно И для кинематографистов И для молодежи Которая может Хочет войти В серое кино Какие мастера кино Прилетели судить фильмы Но программа Их работ Оказалась шире Им захотелось Поделиться Своими мыслями С участниками фестиваля Провести мастер-классы На лекции Члена жюри Конкурса документального кино Марины Разбежкиной Собрался полный зал Ее школа В России Считается Одной из лучших По подготовке Режиссеров-документалистов Документальное кино Всегда Имеет Очень высокую ценность А сейчас Если оно Хорошо сделано То оно имеет Ценность во всем мире Вот наши студенты Постоянно Где-то пропадают Я уже не отслеживаю На каких фестивалях Они показывают Своё кино Так что Я очень хочу Чтобы в Якутии Было то же самое Потому что Мне кажется Люди очень талантливые Снимать здесь можно Ну вот На жизнь человека Вполне хватит Всего Столько Столько здесь всего Ну вот Надо немножко Только документалистов Как-то Поучить снимать По-другому По-новому Видеть по-другому Чтобы они снимали Современное кино На своей родине И про историю И про всё Что угодно Почему такая реальность У крестьянки Из Белого моря А такая А другая реальность У крестьянки Допустим Из каких-то Южных областей Или Одна реальность У жителя Петербурга А другая реальность У жителей Якутска И мы часто Не видим Реальность Созданную Не рядом с нами Не прожитую нами Это чрезвычайно Интересный курс Потому что Нам всем кажется Что мы видим всё На самом деле Мы не видим половины Настало время Что люди осознали Что фестиваль Это такое Во-первых Интересное Очень такое Большое культурное мероприятие Тем более Международного уровня Я например На скидку не могу сказать Что у нас каждый год Проходят какие-то Международные Культурные мероприятия Бывают конечно мероприятия Но они какие-то Разовые и так далее А то что ежегодно Это очень хорошо Во-первых Это праздник для города Для зрителей Во-вторых Это конечно Большая возможность Для якутского кино Совместно С конкурсантами С других стран Побороть свои силы Каждый год у нас Конкурс на программе Есть обязательно Якутское кино Вот в этом году В игровом у нас Две картины А в документальном Тоже две картины Чего мы тоже очень рады В этом году Мне выпала честь Курировать Программу документального кино Она появилась у нас В первые В конкурсе Конечно были вопросы Сначала Какое направление Конкурса В этом году Мы добавим Потому что Игровой навсегда было И когда речь Стала Именно об организации Документального кино Конечно я настояла Чтобы именно Этот конкурс был Был вопрос О региональном кино Но документальное кино Все-таки Оно очень востребовано В наши дни Документальное кино Оно очень сильно востребовано Даже Если исходить Из коммерческих Каких-то составляющих Наоборот Документальное кино Более Такое Востребовано В плане Именно Участие на кинорынках И так далее То есть Его могут купить Телеканалы Какие-то Различные дистрибьюторы И так далее И еще есть такой момент Что документальное кино В Якутии У нас Пока Оно есть Я не могу сказать Что его нет Оно есть Оно развивается И вот то Что мы Притянули внимание Именно документальное кино Возможно даст толчок Вообще Нашим режиссерам Заниматься именно Документальным кино Мне кажется Абсолютно Якутия вписана В мировой контекст Вот то что я вижу И соответственно Якутское кино И Я не могу Оценить Все Но То что я вижу Многим московским Питерским Кинематографистам Есть чему поучиться И в том числе И ремеслу Это не Знаете Бывает такой Феномен Национального Именно кино Когда за счет Этнофактуры Фантастических Пейзажей Кино как-то Выезжает А если это Все снять В пейзажах Более привычному Привычных Для глазу Европейского Жюри Условного То это кино Не будет Таким уж Ах Интересным И вот Как раз Якутское кино Оно абсолютно Современное Актуальное Я вижу По фильму Костаса Например Что он снят Сейчас Это кино С социальным Подтекстом С жестким Юмором С привязкой К реальности Это то Что мне кажется Абсолютно Актуальным Современным Кинематографом Поэтому Мне этим И нравится Якутское кино Что спрос По гамбургскому Счету С него И оно На этот спрос Отвечает Есть уже И внимание Международных Фестивалей Действительно В театре Ищущалось Настроение Настоящего Праздника Кино Появление В зале Членов Жюри Всегда Сопровождалось Бурными Овациями Вот Якутского кино На ваш взгляд Есть свой стиль Появился он? Да По-моему Да Там Безусловно Потому что Я думаю Что касается Темпов Фильмов Тем И как они Это раскручивают Как они Рассказывают Про свою Современную Жизнь Это Очень Аутентично И Это своего рода Своего кино И это Очень хорошо Это очень Я вообще Считаю Что это Самый интересный Кинематограф Внутри Российской Федерации На сегодняшний день Сказать Что Овживленно Прошли Круглые столы Ничего Не сказать Спустя время Понимаю Настолько Были жаркие Обсуждения Споры На семинарах Панельных Дискуссиях С Российского Оригинального Форума кино Что Ни один вопрос Не остался Без ответа Для участия Приехали Кинематографисты Почти со всех Уголков России Обсуждали Проблемы Развития Регионального Кино Делились Опытом Своих Регионов Ну а Первый Питчинг Кинопроектов Стал Самым Ярким И важным Событием Для многих Якутских Кинематографистов И в первую Очередь Для тех Кто Удачно Прошел Отборочный Тур И был Допущен К защите Своих Проектов Перед Экспертным Питчинга Вошли Девять Проектов Шесть Из них Якутские Я думаю Что самый Главный Показатель Работы И эффективности Этой работы Форума Мы увидим Его Наверное В течение Года Потому что Сейчас мы Собрались Исключительно Для того Чтобы встретиться И договориться О том Что нам надо Делать Для того Чтобы региональное Кино В разных регионах Развивалось Мы сформулировали Стратегические Инициативы По разным Направлениям По кинопроизводству По образованию По формированию Киносообщества И по законодательному Регулированию Здесь Это будет все Положено В основу Концепции Развития Регионального Кино И она будет Доведена До До исполнительной Власти В том числе И федерального Уровня Для того Чтобы были Приняты Вот эти Стратегические Инициативы И они Заработали И наверное В течение Года Мы поймем Насколько Они эффективны То есть То что Мы должны Были Сделать На форуме Мы сделали Но Заработает Это или нет Мы увидим В течение года Я очень надеюсь Что заработает Плюс для меня Очень важным Является то Что мы провели Здесь питчинг На котором Мы увидели Прекрасный проект Замечательный И самое главное Кинематографисты Из республики Саха И из других Республик И областей У нас была Калмыкия Представлена У нас была Представлена Бурятия У нас было Несколько Проектов Из Москвы Они все Показали Очень высокий Высокий Профессионализм В подготовке И самих Проектов И презентации И для меня Имеет большое Значение Что по итогам Питчинга Мы выбрали Победителей Первое, второе, третье место А также Обладателя Гран-при Потрясающий Проект Чайрен Который Находится В высокой Степени Готовности И не хватает Всего лишь Какого-то Небольшого Количества Денег По-моему Речь идет О 5 или 6 Миллионах Рублей Для того Чтобы просто Завершить И выпустить Уже в прокат И мы договорились О том Что Гевант Андрей Асян Со своим Кинокомпанией Большое кино И Алексей Петрухин С русской Фильм-группой И может быть Мы как молодежные Инициативы Мы хотим изучить Этот проект И реально Вложиться в него И дальше Даже продвигать Может быть За пределами Республики Потому что Проект он глобальный Потому что Он на Великой Отечественной войне И я думаю Что зритель найдется И в других регионах Плюс Очень важно Что Помимо самого форума И помимо питчинга На полях форума Мы договорились С несколькими регионами О создании Общего Единого Межрегионального Фильма Который будет Называться Матрешки И уже Мы договорились Что Чеченская Республика Будет принимать Участие В съемках Будет Бурятия Принимать участие Будет принимать Ваша Республика Саха И наверное Мы из Москвы Будем курировать Этот проект Гивонт Будет нам Андрей Асян Помогать Он подлечит Немного сценарий Поможет с пиаром И с маркетингом Поэтому Форум прошел Крайне эффективно Чему я очень рад И я очень рад Потому что Нас поддерживало Правительство Республики Саха Якутия Министерство Культуры Духовного Развития Вашей Республики Оказали нам Колоссальную поддержку Плюс аркомитет Конечно Самого кинофестиваля В рамках которого Мы провели форум Мы радуемся За съемочную группу Фильма Чарин Что в них Появилась Возможность Закончить Фильм Посвященный Великой Отечественной Войне Итак Гран-при Решили Вместе с Компанией Большое кино Это Гивон Андрей Асян Наша корпорация Вместе с Советным Кемографистом Закончить Вместе Этот проект Выпустить Его на Федеральном Уровне Это Проект Чарин Наконец От мечтаний Ценариев Перейти к съемкам Благодаря Пинчингу К реальному Фильму Появилась И у режиссера Степана Бурнашова Он сейчас Снимает Во всю Свою картину Зомби Якутии И такая Возможность Появилась У многих Питчинг Завертел Вокруг себя Большие дела Без питчинга Не было бы Этих работ Спасибо фестивалю И за это Какой же Фестиваль Без основного Конкурса В наш Основной Конкурс Входило Девять работ Как показала Сама жизнь В дальнейшем Члены жюри Не ошиблись При вручении Гран-при фестиваля Этот фильм Дальше шагает По стране И за рубежом Прекиндуя На большие награды У него Интригующее название Мой убийца Всяких хищников Хватывает Кажется он здесь Приезжайте ко мне Срочно За мной кто-то гонится Я прошу вас Вечеру Презупление Нужно раскрыть Если нужно Перейдем Наказательное положение Ты убил Стоять Мой убийца Фантастика Я просто не верю Я вот стою И весь дрожу Держу Золотые часы Очки Честно говоря Действительно Я Прежде всего Спасибо Якутскому зрителю Который Сделал возможным Вот эту победу Потому что Вот как мне Один член жюри Сейчас только что сказал Что Включение культуры Это прежде всего Когда Народ отвечает Заимностью Вот Народ нам ответил Заимностью Я считаю В основном Конкурсе Мой убийца Вот чем Он был Привлек И чем Что понравилось Членам жюри Операторская работа Была безопречная Но также Сама идея Фильма Была просто Очень великолепна Отрадно Что все Остались довольны Фильмы Пошли дальше Номинируются На престижных Кинофестивалях Уже Класса А Четвертый Якутский Международный Кинофестиваль Еще раз подтвердил Что Неразовая акция А для тех Кто делает кино И руководит им Эта долгая Кропотливая работа Которая Радует Зрителей Еще с первого Фестиваля Начался Новый Отчет Времени В истории Кино Якутии Все эти Четыре года Мы видим Работы Не к себе А от себя В них Есть Страсть К делу И это Могут делать Только Настоящие Киношники За это Их любят Зрители И боготворят Благодаря Дружбе Кинозавода С кинофестивалем События Четвертого Международного Станут Характеристикой Незавидного Времени Нового Кино И будут Всплывать В сознании Новых Поколений Свежего ветра От берегов Памяти К берегам Новых встреч Нового Пятого Юбилейного КОНЕЦА